Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я к вам на самом деле не с пустыми руками Так как в гости с пустыми руками не ходят Вот я испекла маффины С бьем шоколадом и ягодами Какая прелесть Сама правда? Да, сама, вот пожалуйста Ой, какая дура А пахнет как вкусно Да, пирожок и горшочек масла Чтобы она оставалась такой же худой А мы, чтобы не дай бог Не похудели Спасибо Вот видишь, какая у нас затенница Невеста и красавица И пирожки принесла И красавица, и любит себя И серьезно к себе относится Поэтому и мужчина будет выбирать Очень придирчиво, как настоящая дева А сейчас у нее волшебный момент в жизни Потому что прогрессивные Венера и Марс Соединяются на вашем солнце Это значит, что вы можете В ближайшее время пережить Ну просто бурю любви Сгореть в этой буре А сколько ей лет, не забыл Ей лет 30 Ну, 25 Ну, на вид А, 25? 25? А, 25 Ну, тогда вот Выглядит хорошо Ну, ничего же Подкорректировали себе там Носик, губки Ну и все остальное, собственно говоря У нас мужчины-олигархи это любят Так что будем В эту красоту Отдавать хорошие руки Он не могла не выколоть, да? Ага Не говори Нос у нее странный Да А платье тебе нравится, Джордж? Да, Джордж Такой отдел Маш, а что такого могло произойти У вас с женихом Что мама в сердцах Расстроила эту свадьбу И забрала вас с собой на родину Ну, на самом деле Все такая история Достаточно банальная С какой-то стороны Встретились Полюбили друг друга Но потом А он кто был? Он англичанин По национальности Но у него Текла арабская кровь В семье Там, в общем, во втором колене У него была арабская кровь И, видимо, вот эти вот его эмоции Арабская кровь Она в какой-то момент А как вы с ним познакомились? Я училась в Ирландии Меня родители в какой-то момент Отправили учиться в Ирландию И в колледж И я просто там познакомилась В какой-то момент с человеком Вот, который мне понравился Там еще такая была предыстория Небольшая Сначала познакомилась с другим А другой оставил меня Он уехал, в общем, в командировку На три недели И сказал, присмотри за моей Присмотри за Марину Чуть-чуть, да Но А тут ты не прикажешь Он это сказал буквально Это и понял И присмотреться Ну, буквально нет На три недели уехал ее жених И она сразу увлеклась кем-то еще Ветренность И говорит, это не всегда хорошо Согласна С этим одним человеком С которым мы начали общаться У нас были серьезные отношения Мы жили вместе Мы уже хотели пожениться Было сделано предложение Я ездила в Лондон Знакомиться с его родителями Потом он приезжал к нам в Россию Знакомиться с моими родителями Но потом, видимо, когда он уже понял Что вот я у него в кармане Свадьба-то уже на носу Как бы что у него было такое Что вот это уже моя женщина Началась жуткая ревна Ну что, он вас поколачивал? Ну, могу сказать, что мы друг друга На тот момент, да Доходило до драк До скандалов Молодые горячие Ну, вот еще вот И маме по телефону жаловались на него? Мы сгорели Ну, нет Я могу сказать, что я защищала его Просто, когда мама в конечном итоге Приехала с папой Посмотреть уже на наши отношения И дальше мама пусть расскажет Увидела все Что вы там такого увидели, Елена? У мамы с папой волосы стали дыбом Потому что Что вы застали? Да Застали, ну, прекрасные молодые люди Граффити крови, да? Сначала Нет, этого ничего не было Нет, но когда они встречались вместе То здесь начиналось просто Два пламени сходятся И получается огромный пожар Плохо дочку воспитали Невозможно Да, мы очень переживали Слушай, они просто ругались При вас Не стесняясь Ну, нет, они закрывали дверь Как бы Ну, когда страсть Обычно Тогда хочется выяснять отношения И тогда мелочи не безразличны Может быть и пусть бы они Какое-то время Выясняли отношения Почему свадьбу Мы так и решили И мама все испортила Супер Хорошо, Мария Вы смотрите Конечно, вас не заподозрить В том, что вы прям бедная Ходите по улицам И никому-то вы несчастные не нужны Конечно же, наверное, табунами За вами плетутся Мужчины Ну, есть поклонники Не буду отрицать А чем не устраивают? Мне надо сердцем к человеку Чтобы прикипело Мне надо чувствовать Что-то к человеку А так по-другому не могу А к какому может прикипеть? Во-первых, человек должен быть джентльменом Он должен дверь открыть И, как бы, может быть, иногда И стульчик приставить там Еще что-то Ну, хотя бы на первых порах А в ресторан вас приглашать надо? А, ну, конечно А в подарки? А в подарки? Подарки – это по возможности Я смотрю на детали Может быть, красиво Труси и лифчик Подарки Да? Если у человека нет К сожалению, возможностей То вот мне открыточка с цветочком Вот главная Госпожа бедного Вот твоя любимая тема Любишь ты бедных пристраивать Главное, что перспективный был А сколько вы ему дадите лет на перспективу Встать на ноги? Если я верю в мужчину Если я уже поняла, что ты мой мужчина Я смотрю, у него есть и задатки Очень красивые глаза Большие глаза Красивые, правда? Да, очень большие глаза И красивые с фатой С фатой? С фатой Color А, цвет Цвет Гублю Гублю Мир так шаток Все так нестабильно в жизни Сегодня богатый Завтра теряет все И вы с долгами, с детьми Должны будете заложить даже то место, где живете Мужчина хочет рядом с собой Иметь ту же женщину, в которой он уверен Которая не бросит его И не уйдет к более перспективному Более состоятельному Я прекрасно это понимаю И я такой человек Я жесткий однолюб Если я уже кого-то выбрала То я буду и в радости А маменька не вмешается снова в ваши отношения? Я думаю, что я уже взрослая Уже выросла с тех пор И уже, конечно, сама понимаешь Елена, отпустите уже Конечно, она живет отдельно И мы никогда ничего сейчас уже не советуем По поводу взрослости То есть, ну я понимаю, вы модель Да, вы сейчас этим зарабатываете В том числе, да Она должна же рассчитывать на то, что ее будет муж поддерживать Она же, не факт, что всегда она будет на обложках в журналах Платят-то сколько? Мало А это значит, вы от души это делаете? Да, нравится Не понимаю я такую эстетику На гершом сняться А мам, как вы разрешаете-то? Смотрят мужчины Я очень горжусь своей дочерью Если она считает нужным это сделать А мужик кого будет? Какие картинки потом рассматривать? А дети? Пусть гордится Когда будут дети, я думаю, это уже все А мужчины ведь не только смотрят Папа есть у вас? Пройдет Да, конечно Папе тоже нравится? Папа безумно счастлив Он вообще у меня фотограф-любитель И он обожает рассматривать мои фотографии Да Но он вас не снимает, папа? Нет, я не разрешаю Как-то стесняюсь, наверное, папу Знаете, я понимаю, как актриса, что век девушки, когда она может действительно сниматься И это будет красиво, это будет манка Очень короток Поэтому, если это не пошло, я просто не видела вас никогда Я не считаю, что это как-то зазорно И что в этом что-то есть страшное и так далее Люди совершают такие безнравственные поступки Одеты и застегнуты на все пуговицы Что мама не горюй Поэтому я бы даже не стала на этом обострять внимание Мне вот что интересно Это же не одна была история у вас в жизни Да, мы встречались с молодым человеком Тоже было все замечательно Очень красивая, романтическая история В какой-то момент, честно, испугалась Он был известный футболист Да, но в какой-то момент я немножечко испугалась, что... Затягиваются эти отношения в никуда, да? Ну, как-то да Вы хотели его немножко... Ну, это было сделано не специально Просто эмоционально мне, может быть, чего-то не хватало от него Специально вы написали ему смс-ку Все, забудь меня Думали, что он побежит, бросится в ноги Скажет, Маш, с ума сошла Я вот только из магазина кольцо себе купил Помолочное Ну, вот боялась я именно потерять Настолько любила человека очень сильно Что боялась его потерять И вот когда вы ему эту смс-ку-то отправили Думали, что он сейчас в слезах прибежит А он раз и не ответил Да И вот проходит неделя, другая И вы ему сами позвонили Звоню, а он говорит... А он думает, а что звонит, если сказал, что все кончено между нами Вот так все и было А как вам кажется, почему вот вы такая прекрасная Мария А за вас мужчины не боролись? Есть борются мужчины за меня, которые, к сожалению Которые, к которым я холодна И есть мужчины, к которым я, к сожалению, что-то испытываю Но вот которые, к сожалению, борются за меня А почему? Может быть, они вас боятся? Может быть, не знаю Вы капризная? Бываю иногда, да Может, навязчивая? Честно, я когда вот влюбляюсь Я прям так люблю Такая любучка Я прям как котеночек Вот как долго ты будешь терпеть капризы? Лера, я терпел каприз много лет, ты знаешь Ну, это не значит, что... Ну, а ты чай, по-другому, ты чай, гараж Ну, сколько я терпел капризы И что? Это привело к тому, что я сказал ей до свидания Для меня это каждый раз новый вызов Любой каприз для меня новый вызов Я думаю, что проблема все-таки Марии в вас Лена, у вас одна дочь? Одна Вот в чем проблема Маши? Она уже сказала, что Она хочет все и сразу Да? И поэтому вот Когда мы ей говорим Ну, не надо так сильно, навязчиво Так, чуть-чуть Потише себя веди А вот что она может дать? Она может осчастливить мужчину? Или только будет брать? Вы знаете, я очень люблю свою дочь И я считаю, что она может Просто, Лен, если от мужчины вот так вот Это как плыть Утонешь обязательно Нужно немножко еще и от себя Естественно Понимаете? Конечно Денег-то у тебя хватит, наверное, домработница, Игорь? Ты уверен, что ты можешь себе это позволить? Ну, я должен планировать свои расходы Не, понимаешь, с такой девушкой Нужно уже заранее-заранее все планировать И еще, кстати, непредвиденные расходы там, да? Как бы Чтобы каждый день было на черный день Это как черный был Я боюсь, что Мария просто столкнулась уже В своем последнем романе С вот этим самым футболистом С печальной реальностью Что девушка красивая рассчитывает На серьезные отношения А мужчина рассчитывает На долгие продолжительные встречи с ней Которые его не будут обременять Вот постарайтесь найти Такого, который сюда пришел Не за легкой прогулкой Не за тем, чтобы просто повстречаться А создать семью Я, знаете, о чем недавно задумалась Я не буду называть фамилии Но очень успешные люди Из спорта Из шоу-бизнеса Очень успешные И очень богатые Женятся на взрослых дамах С детьми Рожают общих детей И чувствуют себя Очень комфортно Уютно И счастливо Потому что Знаете почему? Потому что они видят В этих женщинах Друга Обязательно Вот научитесь быть для мужчины Другом Плюс ко всему Сегодня жизнь очень тяжелая Понимаете? Времени у мужчин нет Отдельно на дружбу Отдельно на любовь На семью Поэтому Многим мужчинам Особенно состоятельным Хочется в семье иметь Два в одном И прелестную женщину Но и друга Ой, не знаю-ка По поводу того Друг не друг Вы уже Мария Вот можно сказать Привитые Или вам сделана прививка На успешность Вот это на гламоте И мужчину вы полюбите Вот в том самом клише Который сейчас Любят все девушки То есть мужчина Должен выглядеть Состоятельным Являться таковым Плюс бойцовские качества Ну вы их Джентльменскими качествами Еще называете То есть вот Откройте Глянцевый журнал Та картинка Которая вам больше нравится Вот на того Вы и любить будете Ну в принципе Самый простой вариант Как только Глянцевая картинка Сейчас к нам придет На того и будем туркать Я с этим Мнением О том что Исключительно Муж должен быть Нефтяным магнатом Полностью Не согласен И если она будет На этом настаивать То я считаю Что Наши пути разойдутся После рекламы У нашей невесты Состоится первое До свидания Не пропустите Вы смотрите Давай поженимся У нас в студии Марии Идите знакомьтесь С первым женихом Удачи Привет Привет Я Клэф Привет Здравствуйте 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 Спасибо Спасибо Какой цвет Роскошный Давайте посмотрим на вас Клиффорд 44 года Предприниматель Фотограф Кинопродюсер Работал в Голливуде Мечтает получить Оскар за сценарий Фильма Над которым Сейчас работой Предупреждает Что в России Живет по американскому Времени Одна возлюбленная Клиффорда Променяла его На рому зверя Другая ушла К олигарху Увидел фотографию Марии На сайте Первого канала И приехал из Америки Специально Для знакомства с ней Да Что скажешь Василиса Клиффорд Страшный собственник И он страшный эгоцентрик Он один есть в его мире Больше нет никого Женщина Это только детали Этого мира Прекрасные детали Он очень любит Искренне Влюбляется Можно сказать Что горит Тоже в страстях Но женщина Никогда не будет Самым главным В его жизни Если вы готовы С этим смириться Мария То пожалуйста Да Он такой бабник Чисто Он бабник Клиффорд 44 года Да Бабник Джордж А ты что думаешь? Это лучше Джордж Нет слов Да вообще Вы все понимаете Или 50% только Я буду говорить Медленно Это лучше О Голливудская сказка Пришла Оскар у нас Не за горами Американская прописка Имеется Женой готов Поделиться По крайней мере Половиной Здорово Но Клиффорд Незадача Машеньке Не нужен продюсер Ну Он толстоват Лысоват Перчачок не сидит Может быть Я актер И она меня продюсер Может быть Почему нет Может быть Она продюсер Да Нет Она красавица просто Смотри Она такая красивая А он вот такой никакой Слушай Но главное Это чувство Подожди А как так получилось Что вот У вас Успешного продюсера Девушка В которую Вы вкладывали Силы Энергию Деньги Поменяла На какого-то Неформального Рок-н-ролльного Исполнителя Дело в том Что Как только Рома Зверь Стал более-менее Группа Звери Знаменитой Марина всегда Говорила Клиффу Что ей Очень нравится Их музыка И тогда Клифф предложил Ей Помочь Стать Фотографом Или репортером Чтобы она могла Брать интервью У звезд И Ну в общем Она и взяла Интервью И сама дала Да Получается Интервью Ясно Какая незадача Но ведь и вторая История С русской девушкой Закончилась печально Она ушла К олигарху От вас Я не знаю Как сказать Я встретил Ольгу В клубе В Москве Он познакомился С Ольгой В клубе В Москве И они встречались Два года Они кстати Очень любят Русских моделей Они специально Сюда приезжают Работать Иногда С более низким уровнем Заработки Весь мир И западный мир Любит русских моделей Они по-другому Относятся К отношениям Они не живут Они не горят Ими Может быть Нужно было Замуж ее позвать Через два года Долгая история Долгая история Я это поняла А зачем вам вообще Русская девушка С русскими девушками Столько проблем Почему? Почему проблем? Да А вы еще не поняли? Я не верю в проблем Я просто верю в это Если ты встретишь И ты любишь Ты с ним И ты с ним Ты не стереотипируешь С одной культуры Или одной страны Он не верит в стереотипы И он верит в то Что если ты встречаешь Человека И он тебе действительно нравится То какие-то Культурные различия Они Их можно всегда сгладить Да Кстати Почему он не учится Как бы И почему он так долго живет в России И почему он не говорит до сих пор по-русскому? Подожди А вот эта девушка Она его ассистентка или подруга? Она его суфлер Суфлер? Ааа Клиффорд О чем бы вы Хотели предупредить Марию? Может быть у вас есть Какие-то скелеты в шкафу? Может быть есть Какие-то у вас особенности Которые Мария Обязательно должна в вас принять? Может быть есть Какие-то привычки дурные? Я люблю Попробовать много времени на пляже Он говорит, что ему нравится валяться на пляже Он думает, что это не очень хорошая привычка И он не верит в то, что человек должен всю жизнь работать в поте лица, чтобы зарабатывать деньги Он верит в то, что должны быть какие-то счастливые моменты, когда ты заработал какое-то количество достаточное денег И живи в свое удовольствие А работа? Да нет, ну есть у него, конечно, работа На пляже Это работа, лежать на пляже У вас есть дом? Да Как много? В России Как много? Как много? В русском два квартира В Майами одна и в Нью-Йорке одна Не, ну мне кажется, он для нее вариант Она сама так думает Мне кажется Она так думает? Ну, видимо Но у нее еще будет выбор, поэтому Сразу-то она не будет решать У тебя есть ребенок? Да, я есть София Она Москва У него дочка пять лет София, она живет в Москве Спасибо Покажите сюрприз, который вы приготовили для Мария Так нестандартно А я думал, кольцо сейчас развернет на самом деле Я тоже думаю, кольцо Съешь, когда ты влюбишься в меня Видимо, я уже съел Как только заведомо Съешь, когда тебе одиноко И съешь, когда тебе грустно Он хочет, чтобы она пополнела, я понял Чтобы он не чувствовал Спасибо большое Вы можете, Александр, со своим другом пройти в комнату Спасибо, Клиффорд Спасибо большое Я не понимал, что это было Я не понимаю Елена и Алла Как вам жених? Ну, мне кажется, что он добрый Но не знаю Почему вам так показалось? Чувство внешне Как он общается, как он разговаривает Мне кажется, он открытый Но я могу ошибаться Спасибо, а что вы увидели? Что сердце подсказывает материнское? Мамочка, боюсь Боишься мамочки? Я не очень поняла, почему ему нужна все-таки русская девушка То ли у него бизнес здесь такой, что он привязан к России Потому что на американку с такой внешностью, как у вашей дочери, видать денег нет А у нас же все даром практически Как-то мне не очень понятен человек Почему? Мне показалось, что он ищет просто себе подругу, чтобы провести с ней время, пока он здесь На самом деле, мне кажется, что иностранцам очень комфортно живется в нашей стране Мне было бы жаль, если бы Мария вышла замуж за 44-летнего Клиффорда Зачем? Какой смысл? Что последний вагон, последний поезд? Я не вижу пока ничего, что могло бы, допустим, вашу дочь с Клиффордом Он такой в себе, очень уверенный и правильный, слава Богу Мне кажется, у него холодное сердце, он любит себя, и все будет подчинено ему дорогому Я думаю, это не про тебя Ты очень открытый человек Я говорю, я open person Это трудно понимать русский меня Мне действительно показалось, что у человека есть свой расчет, свой план И план может быть действительно не брак Послушайте, ну когда мужчине за 40, далеко за 40 в России знакомиться с молодой девчонкой, с моделью в клубе Мне кажется, это как-то странно Первая модель, вторая модель, за третью модель приехал бороться То есть сразу наводит на определенные мысли? На определенные мысли, конечно Совершенно I'm ready tomorrow Ты готов жениться хоть завтра? Как тебе? I like this man Ужас, чем? Всем, да выбирайтесь Пришел мужчина красивый, обеспеченный, с пропиской, с домами Голливудской тем более Оскар, можно сказать, уже в кармане А вам все не так Вот все не так И при том, заметь, не только Марии все не так Как тебе, Клиффорд? Клиффорд, на самом деле, по-своему интересен Ты правильно говоришь и повторяешь мои представления о том, что в центре его вселенной есть только он И я не удивлюсь, если он будет таким убежденным холостяком еще долго Но он человек не с холодным сердцем Он очень чувствительный, он хочет страстей Я думаю, что еще поэтому именно русские девушки Потому что понимают, что помурыжат Душу повотрясают Для самой страсти, скандала, все будет с раскрепощенной русской натурой Но этот человек действительно не вашей мечты Разница в возрасте огромная Стиль, выражение эмоций, их проживание не ваш совершенно Ну, не о чем говорить Прекрасно, но не ваш мужчина Давай поженимся теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время Пока идет реклама, второй жених подготовится к рандову с нашей невестой Оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» У нас в студии Мария Идите знакомиться со вторым женихом Удачи АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, мальчик Очень приятно с вас познакомиться Очень приятно Это вам Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, проходите Смотри, у него прям вообще интернационал получается, да? У нас тоже У нас да Прежде чем мы посмотрим на вас, какой вы на экране Я прошу вас открыть коробочку и прочитать, что там написано Это особенный подарок, который ты никогда не сможешь увидеть для вас от меня Всякий раз, когда вы почувствуете одиноко Вам надо будет просто взять этот подарок в руки, я тут же подумаю о вас Вам нельзя открывать, даже не пытайтесь трогать ленточку Нельзя? Просто держите его рядом с сердцем И коробочка наполнена любовью А к чему такие загадки? Какой вы? Ну, я считаю, что любви Это вещи, которые не может просто видеть Даже если она открывается Я думаю, ничего все равно Ну смотри, этот хотя бы по-русски говорит Очень хорошо, да Давайте посмотрим, какой вы Узнаем о вас побольше АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, расскажи что-нибудь о нашем женихе На самом деле он человек достаточно сдержанный Несмотря на такую романтичность Для него всегда устремление, амбиции Его движение по жизни вперед будет важнее его чувств И женщине тоже придется с этим смириться С тем, что он человек достаточно сдержанный по натуре Но есть два больших плюса Во-первых, через пару месяцев у него начинается серьезный роман Может быть, он из этой студии выходит с Марией И как-то развиваются их отношения Либо кто-нибудь его увидит сегодня в нашей программе И вас жаждет продолжить отношения И второй плюс Женщины-девы Это лучший для него типаж Поэтому считаю, что имеем Просто все основания его рассматривать как жениха А тебе, Роза, оцени Ой, да у нас сегодня прям женихи Один добротнее другого У одного вон еще Оскара впереди А у вас Оксфорд позади Более того, из такой семьи Папа-кардиохирург Мама-судья О, сам в аспирантуре Не жених, а загляденье одно Че, вы из Англии, да, приехали? Да А почему в России? Здесь что, дешевле образования? Нет В больнице, в которой я работаю Это его тема аспирантуры Он только здесь может ее развивать Да, чтобы было, ну, выбрать Он уже закончил очень приличный Престижный, престижный Мне кажется, что с таким Багажом Он будет иметь, как минимум, сеть клиник У вас уже ведь был опыт общения с русской девушкой Да И когда вы ей сделали предложение То ее любовь к родине оказалась сильнее, чем любовь к вам Она не поехала с вами Да Как вы думаете, почему? Она говорила, что нет, у нее работа Она тоже была доктор? Нет Модель? Нет, нет, она не была модель Она была этот менеджер А именно вам с вашей девушкой было тяжело договориться Или, в принципе, с русскими девушками очень тяжело найти общий язык? Ну, как скажем Я... Это первая... Она была моя первая русская девушка Поэтому я не могу вообще сказать Сказать Понятно Жорж, скажите, как будут распределяться финансовые доходы? Кто будет у вас зарабатывать в семье? А кто будет тратить? Не, ну, я... Как в моем понимании, я думаю, что эта музыка всегда, ну... О! Всегда зарабатывает... Хорошее слово говоришь, Жорж А тратит жена, правильно? Да А какие у вас требования к жене к будущей? Вот что она должна обязательно? Ну, самое главное, что она меня понимала И принимала меня как есть Я врач Иногда ночью, например, у нас бывают... Вызовы Вызовы Да Она готова к этим? Или просто понимает, один раз, да Второй раз и третий раз уже... Готовы? Если я буду чувствовать, что да, действительно вызов и нужно по работе, да, без проблем А как вы чувствуете, что это не вызов по работе? Чука Да, Антон Жорж, вы ревнивец, потому что у Марии был печальный опыт, ее мужчина ревновал очень сильно Ну, смотря, вы понимаете, если не доверяете друг другу, зачем тогда быть вместе? Ну, в перспективе вы все-таки вернетесь на родину, да? Вы вернетесь в Англию, здесь не останетесь в России? Ну, смотри, сейчас, вы поймите меня, я, когда я встретил, ну, я с моей бывшей, я до этого не понимал, понимаете, что я хотел, здесь останется или нет, но сейчас мне все равно, самое главное, что нашел любви Он не проникся, поэтому он так готов уехать У него будут еще очень красивые дети, Игорь, мулаты Рисковые решения Они всегда будут очень талантливые и красивые, интересные Вот он готов остаться в России и быть обычным доктором, выйдете за него замуж? Я вот из него замуж, я полюблю этого человека Я не слышала, что он хочет быть обычным участковым врачом, представляешь, звонит в дверь, Джордж говорит, врача вызывали? К бабушке, инфаркт гарантирован И он тут же ей ещет этот инфаркт Вы о чем говорите, люди? Она меня пытается убедить, что ей нужен обычный простой парень, не верю Но он не обычный, не простой, кардиохирург Сложная специальность, надо уважать человека, который сосудный свет работает Только в Москве он, только в России вообще, в глубинке, это профессия Стоит капельку, как бы забавить капельку Он в глубинке, он по определению не может работать, там нет таких клиник А может он поедет туда? И чем он, где он будет оперировать? Только кошкам Где-нибудь любителям Ну о чем ты говоришь? Это же клиники кардиохирургические, куда везутся со всей страны пациентов Да и у нас сейчас хороших врачей уважают и хорошо оплачивают Конечно, покажите лучше сюрприз О-о-о Садись, сейчас Вы когда-нибудь слышали этот влюбленный сердце? Нет Никогда? Сегодня вы его слышите Давайте Ну сначала давайте я вас слушаю О, трогать нехорошо Почему бы нет? Он же врач Он же не надел халат, Игорь Он никакой нехорошо Я так тоже могу выйти, ты так тоже можешь выйти Подоживаете Вот эта игра мне нравится Я в детстве тоже с девочками докторов играл АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И что? Жить буду? Как раз Жить буду? Я хочу АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь я тебе научу Как ты слушал Влюбленный сердце Давай Музик Вот так Держи Самое главное, что он не мешает Угу Почувствуй На работе Угу Хорошо Я в детстве в доме, который играла Нормально как раз Я в курсе АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, ты знаешь, где мой находится Вот где-то вот тут Нет Нет Ищи Вот я слышу Кстати, медленно бьется Возвращайтесь Как ты медленно? Не медленно Хорошо Спасибо Спасибо, парни Забирайте друзей своего Проходите в комнату Спасибо Садитесь, Джордж И расслабься Самая эротическая игра С детства В доктора Вот мы сейчас наблюдали Эту игру в доктора Все проверил Зубы Грудь Все потрогал Молодец Очень предприимчивый Джордж Как вам он понравился? Видно, что он действительно учится Он приехал сюда учиться Он воспитанный Ну Я его не вижу рядом с Машей Мама Елена Мне очень понравился Джордж И я считаю, что из него будет очень хороший доктор Есть в нем вот спершень какой-то такой мужской Джордж, ты маме понравился Да Все, пять баллов Вот, самое главное, что мама понравилась Мама твоя Мама И всегда слишком мама Просто я не вижу его с Машей рядом Почему? Вот, мне кажется, что Ну, он слишком, может быть, серьезен для нее Она так как-то Я вам не верю Мария Честно, мне он очень понравился Вот по какой-то энергетике По общению Мне он показался очень интересным Я с удовольствием с ним продолжила бы общение Но вот как Да, как партнер, как мужчина В смысле любви, к сожалению, нет Потому что просто, ну, не мой типаж Не мой типаж, к сожалению Ой, ну видишь, она говорит Общение можно продолжить Поэтому Там дальше все понятно Все ерунда А меня смещает с детьми Эта съемка Она какой-то там Где она работает? Я не понимаю Да какая разница С детьми потом обожают Ну, я же говорю Я в самом начале сказала, что Маша влюбляется в клише Скажите нет Нет Правда? Да А чем вам не понравился? Выглядит состоятельным? Является таковым? Более того, корни какие? Слишком экзотика большая Что у него? Экзотика большая Экзотика? А любви, извините Любовь не имеет ни национальности Ни территориального признака Значит, вы лукавите в этом вопросе, Маша Она сначала слышала, что она говорила Что ей нужно какой-то там Образный человек Вот так И потом Ну, она еще не определилась Ну, вот, это очень Это плохо Мне понравился Джордж Но он человек очень непростой Человек, который всю жизнь Будет подавлять инстинкты В себе и в окружающих Я думаю, что профессия медика Здесь не зря выбрана абсолютно Он будет бороться всегда С животным С природным началом Можно так сказать Это человек высокоразумный Но он, чувствуя какие-то эмоции В своей женщине Тоже способен подавлять Заставлять контролировать Поэтому, даже если бы Вот не было того О чем все сейчас не хотят говорить Все равно это не ваш мужчина Совсем скоро невесте Предстоит третье свидание После рекламы Смотри на продолжится Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся И я предлагаю Маше Встретиться с третьим женихом Привет Привет Позвольте на ручку Подарить тебе цветочек Спасибо Спасибо Тоже англичанин, да? Нет Он не англичанин Какой англичанин? Он не похож У него такой череп Нет Он в русской, наверное Наверное, в русской Ну, в русской Давайте на вас посмотрим Игорь, 22 года Сотрудник банка Гордится своими богатыми друзьями Предупреждает, что бывает Забывчивым и занудливым Мечтает стать хорошим отцом Возлюбленная мечтала Чтобы Игорь стал олигархом Но мириться с тем Что он много работает Не хотела Надеется, что Мария Не будет вставлять ему Палки в колеса Какая смешная у вас была Возлюбленная Найти молодого мальчишку И вот прям мечтать Чтобы он стал олигархом Дур, что ли? Хотела выйти замуж Расскажи, что там было На самом деле Веселиться Наконец к нам пришел Жених, который действительно Способен жениться А не просто Морочить женщине голову Потому что если у человека Венера в козероге То он к чувствам Относится серьезно К девушке Вы присматриваетесь долго Влюбиться за 2 минуты Вы не готовы Жениться надо в 30 Жениться А не в 22 Он просто Они Неблагосрочные будут Да Сотрудничество Туда-сюда Человек вы сложно устроенный Обидчивый Чувствительный Но в то же время Способный объект Своей страсти Обожать целиком И полностью В привязанностях Очень стабильный Я уж не знаю Что должна была женщина Сделать Чтобы вас Из этих отношений Выбить Чтобы расшатать Наверное Ну действительно Просто вынула душу Все Очень нравится Какой отличный Пластилин Лепи не хочу Более того Правильной формы И финансовую академию закончил И банковским служащим Собственно говоря Сейчас работает Перспективы хорошие Вот собственно говоря Во много будет От вас зависеть Будет он олигархом Или нет Хорошая сейчас ситуация Из лейтенанта Сделать генерала А кем он работает Или он студент еще Да Студент Ну в банке Где-то В банке просто Да Сотрудник банка Сотрудник Он полы мой Ну как раз Тоже сотрудник Почему всем быть олигархами Почему недостаточно быть Просто квалифицированным Хорошо Большим специалистом Нет Я тоже Тебе с этим же вопросом Вот почему Правда Василис Вот так у него жизнь складывалась Девушка такая попалась Которая хотела Из него сделать олигарха Но при этом Очень переживалась Что он слишком много Эти олигархические деньги Где-то там зарабатывает По времени Вот я хотела Чтобы он и дома был рядом Да И чтобы Миллиарды Приносил Вы знаете Да Вот своеобразно Случился Возможный конфликт интересов Но Что было то было Смотрю всегда вперед Я На самом деле Своих отношений Вытащил только положительное Получил колоссальный опыт Я вырос Я думаю во многом Было профессионально Вырос творчески Вот Я очень сильно ей благодарен То есть Не мама вам Все это привела С папой А какая-то Девица Которая была С вами очень недолго Не соглашусь с вами Давайте рассматривать Все таки все в комплексе Давайте Мама с папой дали мне прекрасное образование Мама с папой всегда следили за тем Чтобы я был ухоженный Чтобы у меня были какие-то манеры Вот как вот Наши гости любят А чтобы Я учился хорошо Чтобы работа у меня была А девушка вам внушила Что она что для вас сделала Вы знаете Она была моей музой Я Не знаю Просто растаял Как только первый раз ее увидел Потому что он молодой Да А молодыми Всегда Легче Манипулировать По поводу родителей Разрешите Отвучить Ваши фамилии Вы в принципе Не против Какая ваша фамилия? Березовский А это Однофамилец Или что? Да Я Однофамилец Не имею никакого отношения Да Березовичу Верим А в Лондоне Вы с ним тоже Однофамилец Или в Лондоне Родственники? Лондон очень люблю Ну Наверное так совпало Останавливались где? У однофамильца? Нет Не совсем Не в стороне Где пик одели Немножко По другому Я люблю пригород Ну я Хороший мальчик Ой боже Да Ой где Ой нравы Нравы Если Если Машунька Вам не подойдет У меня есть Для вас невеста Умница Красавица А Машенька У нас уже 25 Старовато 22 года Ну да что нормально А до чего Ты еще институт не закончил 22 года Джордж Ну о чем речь С Марией Что будете делать Как ее будете Ощесливливать Ну я Считаю что С девушкой Вообще Всегда надо искать Какие то компромиссы Вот она говорит Я хочу это Я говорю я хочу это Мы ищем какой то компромисс Да А когда Мне кажется что Дети Это ответственность Прежде всего Игорючек От чего это мнение Зависите Ну вот в выборе В глобальном Там профессия Работа Я не знаю Жена Потому что Мне как то вот Странно думаться Что 16 летний парень Хочет поступить В финансовую академию На самом деле Кто вам посоветовал Конечно же мать На ранних этапах Мама Да То есть к маминому мнению Прислушиваетесь Если вот маме Не понравится Мария Ну 25 Вы знаете В данном случае Я тоже всегда Ищу Во первых Моя мама Она Относится Ко всему понимающей Вот Если у вас Все случится с Машей Будете жить с родителями Нет конечно Сразу же Я думаю что Надо разделять Конечно Хорошо Молодец Есть поговорить Конечно Конечно Скажите пожалуйста Вот Как вы будете строить Свою семейную жизнь То есть У вас есть Какие-то друзья Да Вы На встречу с друзьями Будете ходить Вместе с женой Или будете Все-таки устраивать Когда-то мальчишники Вы знаете Я вообще сторонник Открытости Я обычно Всегда Буду приглашать Свою вторую половинку На все встречи А считаю еще дополнительно Что у человека Должно быть свое Личное пространство У кого-то оно маленькое У кого-то побольше Если у нее Это личное пространство Будет гораздо больше Чем у меня Пожалуйста Это тоже определенный Шаг с ее стороны И если мы с ней вместе То я это буду поддерживать Она хочет по-английски А он же Да она ей без разницы Я так понял Куда она хочет Замужен нормального мужчины Не реально Джордж идеальный вариант Получается Пожалуйста Покажите сюрприз Мария Прошу вас Главный убор Прошу Сегодня мы гуляем По моему любимому городу Это Лондон Ну Присаживайтесь пожалуйста Хотелось бы Сказать что Сюрприз У нас Уникальный Сегодня я Именно читать Вам буду стихотворение Которое написал Сегодня ночью Почему Картинка Лондон Это картинка Париж Это как Атмосфера Париж Нет Лондон Ты считаешь Что вместо Биг Бен Должна быть Эйфелева башня Париж Романтика А может быть Мы в прошлой жизни Нет Погоди Ну что за бред Попробуй Прочесть тебе Стихотворение И пусть корявый Я ведь не поэт Хочу лишь удивить тебя Немного Пускай мой стих Не белый Не пушист И знаешь Только Не суди меня Ты строго И я не учился Этому Я не артист Я не умею петь И танцевать И говорить Красивые слова На скрипке Тоже не могу играть Я постараюсь Подарить тебе Немножко волшебства И так закрой глаза И на мгновение Представь Как нежный ветерок Ласкает плечи Нет никого Лишь мы с тобой вдвоем Мы не знакомы Но зачем-то ведь Дана нам эта встреча Что ты думаешь Об этом синтезе? Это как Маша Памела Андерсон Да, Маша Похожа на Памела Андерсон Немножко на этой картинке Художник нарисует Наш портрет Я сохраню его Бумага навсегда Оставит в памяти Прекрасного мгновения след Быть может он останется Лишь точкой во вселенной А может мы с тобой Всю вечность будем вместе Мне кажется Немножко скучно Мне от тебя не нужно ничего Мне никогда не будет повода для слез Я защищу тебя Всегда и от всего И даже от дождя из роз АПЛОДИСМЕНТЫ Какая прелесть Представь вас Представь вас Какой молодец Напридумывал Да Представь вас Ой, какой молодец Нет, ребят Вы уже со своим другом Проходите в комнату АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто жесткий Хороший парень Я знаете вам что хочу сказать Им очень пойдет возраст Он будет с возрастом Становиться только лучше Сейчас вот такая Немножечко юношеская У него еще ерунда Которая, ну, не так манка Не так привлекательна Хотя смотря для кого Но года через 4-5 Он, конечно, дроздодаст девчонкам Так что берите тепленького Я так думаю А вам? Глазки, смотрю, повеселели И у мамы Мама даже стала активно Вопросы задавать И вот подружка разулыбалась Да, невероятный молодой человек Мне очень понравился Чем? Воспитанный Приятный Грамотный Говорит Невероятный сюрприз Прям Да, романтичный Очень романтичный, да У-у-у-у-у Давай Мальчишка Еще много Не смущает, нет Что мальчишка? Ну, я же его испорчу Ну, он такой хороший Честно Я даже Испортите чем? Ну, не знаю Вот и отказывайтесь от него Раз и испортите Честно, он такой цветочек Аленький еще Весь такой идеальный И не надо брать И все в голове у него Ладненько И прям вот так, как вот заложили Так прям по полочкам Лежит еще Ну, ладно Ну, мальчишка, мальчишка Смешает, нет? Он действительно серьезный мужчина Он, правда, будет долго присматриваться Способен на серьезные отношения Потому что серьезно к женщине относятся Здорово Василис, ты считаешь 25 и 22? Ну, очень молод Но этот первый тоже вряд ли подойдет Так что с той шестой Джордж Да, Джордж Только сейчас поедем в ресторан Алла и Елена Вы определились с выбором Кто составит пару Вашей подруги и дочери? Мне понравился Игорь Спасибо А вы, маменька, что скажете? Вы знаете, мне все понравились Женихи, замечательные люди Но мне тоже кажется, что Игорь Подошел бы Маше, наверное, больше всего Хотя, конечно, возраст Да, вот Да ладно вам, три года Хватит про возраст Смешно ей-богу А вы что скажете? Ну, тоже могу сказать, что В принципе, все были яркие Все понравились Если она выйдет Я посмотрю на ее глаза И я буду Решишь момент Решишь момент По взгляду По взгляду По взгляду О, да, да, да Ты прав Роза? Клиффорд, конечно Успешный Как раз вот вам подходит Вам очень постарше нужен Ну, продюсер Не ваш же продюсер Кинопродюсер Игорь, ка жалко вам отдавать Что ты думаешь о Маше? Я очень рада сказать Маше Вот мне кажется Где родился Там и сгодился Поэтому Игорь Единственный парень Я уверен Что она зайдет К мне Комбур ездит Десять километров Мне кажется Что вы очень ровно Отнеслись к мужчинам Не потому, что вы Девушка слишком спокойная А потому, что Ни один из них Правда не является Вашей второй половиной Вы это прекрасно чувствуете На текущий момент времени Но среди всех троих Игорь был действительно Достойнейшим И я считаю Что он заслуживает Того, чтобы Это отметить как-то Проходите туда, куда хотите Мы вас поддержим В любом случае Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте СМС К номерам По телефону Четыре четверки Александр Тридцать пять лет Номер Тысяча восемьсот семьдесят три Заместитель директора Крупной торговой компании Ищет активную девушку С которой сможет Построить гнездышко Александр Двадцать шесть лет Номер Тысяча восемьсот семьдесят четыре Менеджер По корпоративным клиентам В банке Ищет девушку В которой сочетается Постоянство И авантюризм Мы не знаем Будет Мария Одна или с избранником Давайте ее поддержим Выходите все АПЛОДИСМЕНТЫ Привет Привет Очень рад Вот наш портрет Потрясающе Спасибо Здорово Сегодня у нас есть пара Мария и Игорь Если вы хотите оказаться На месте наших героев Заполняйте анкету На сайте Первого канала Я Ларисе Гузеева Желаю Чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай пожениться Удачи Аплодисменты Ой, ну невеста у нас Очень дорогая Трижды мисс Девушка, которая заняла Первое место Снималась голой Полностью Я пришел там На стрижку Она пришла делать маникюр Но сначала Она стала загуливать По барам, ресторанам По ночным клубам Гулять, отдыхать Деньги, бриллианты Золото, шубы Стала она Казадуева Или не стала Какая разница И мы все дуры думаем, что вот нас так любят, понимаете?